Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Например, налогоплательщиков просят авансом перечислить НДС, а затем возвращают его, выполнив формальный план по собираемости. Холдинг движения, по словам его руководителя, потерял прибыль из-за того, что налоговая приезжала с допросами контрагентам. У тех в результате складывалось о партнерах негативное впечатление и ужесточались требования при сделках. Программа Экономика. Гозман предложил развивать стрижи депутату ЗС и гендиректор холдинга Доронича Константин Гозман. Считает, что поселение вполне может претендовать на статус территории опережающего социально-экономического развития, где инвесторы могут получать налоговые преференции. Сейчас статус ТАСЭР присвоен только Вятским полянам, но, по мнению депутата, этот город – территория опережающего развития, скорее для Татарстана. Стрижи инвесторам могли бы быть более интересны, считает Гозман. К городу близко, к аэропорту близко, к трассам. Экроструктура вся готова. Не надо даже тратить деньги, только поле купить у хозяйств Ореческого района. Нам до Вятских полянам надо добраться достаточно далеко. Понятно, что надо территорию развивать, понятно, что там моногород. Но эффект для области с точки зрения налоговых поступлений был бы более ярче, если бы это была территория удобная. Даже инвестор, который извне прилетает на самолете или на поезде, он в любом случае высаживается на вокзал или в аэропорт, ему надо на территорию эту перебираться. Для Вятских полян надо, значит, в Казань предъявить. Зам. Министра экономического развития Ольга Чаузова отметила, что кировские власти готовы поддержать такую инициативу. Возможность подачи заявки в российское Минэкономразвитие даже уже обсуждалась предварительно. Правда, она уточнила, что федеральные власти в приоритетном порядке рассматривают заявки от городов, где особо сложная ситуация на градообразующем предприятии. И стрижи к таким не относятся. Комбинат хлебопродуктов выставили на торги. Первоначальная цена – 267 миллионов рублей, пишет навигатор. Имущество продается единым лотом. В 2014 году арбитражный суд признал предприятие банкротом по иску ВТБ. Долг оценивался в 5,5 миллионов рублей. Затем появились еще иски от кредиторов. Самые крупные – от Россельхозбанка на миллиард, от Сбербанка на почти 300 миллионов и от налоговой на 17 миллионов рублей. Сейчас в отношении должника введена процедура конкурсного производства. На продажу же выставлены земля, административные здания, комбикормовый цех, зерносклад, мельница, дебиторская задолженность. Торги состоятся 30 марта. Экономика. К другим новостям. В Кировской области растет банковское кредитование. По данным Кировского отделения Волговятского главного управления Банка России, по итогам прошлого года объем новых кредитов вырос на 20%. За год банки выдали кировчанам 125 миллиардов рублей. Из них предприятиям 66, рост на 13%, гражданам 57 миллиардов, рост 30%. Кировчанам спишут долги по налогам. По федеральному закону предусмотрено списание по налогам на недвижимость, землю и транспорт, которые образовались до 1 января 2015 года. Вместе с суммой основного долга простят пени, начисленные с того времени. Также списываются долги ИП, которые накопились до 2015 года. Исключение составит налог на добычу полезных ископаемых и акциза. Решение о списании будут принимать налоговые органы. Налогоплательщики не обязаны обращаться за этим специально. По предварительной информации, сейчас объем долгов по налогам 41 миллиард рублей. В должниках треть населения страны. 10% кировчан готовы сменить умственный труд на физический. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания HeadHunter. По ее данным, 23% участников опроса предпочтут умственной деятельности физическую в случае крайней необходимости. Еще столько же, если будет гарантия трудоустройства. Только 15% твердо ответили отказом на предложение освоить рабочую специальность. Коротко несколько цифр. На 5% вырос валовый надой молока в Кировской области в прошлом году. Полтора миллиарда рублей вложил филиал КЧХК в развитие производства. Семь районов смогли увеличить свои доходы более чем на 10%. В завершении о валютах доллар на сегодня 56,76. Курс евро 69 рублей 63 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Ольга Баба가. Ольга Б我 не давал. Ольга Болезинк. Было самые тысячи исследовательства. Надежда Ольга Баба. Продолжение следует. Ольга Болезинк.